Молитва Молитва В Библии есть тексты, которые меня успокаивают и вас успокаивают, которые нас утешают, а есть тексты, которые нас, ну знаете, вызывают переживания или даже приводят к замешательству. Вот один из таких текстов мы сейчас с вами прочитаем. Евангелие от Матфея, 5 глава, 20 стих. «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Друзья, это сказал не кто-то, это сказал Иисус Христос, поэтому к его словам нужно отнестись максимально внимательно. И этот стих вызывает у нас переживания по трем причинам. Но лично у меня он вызывает переживания по трем причинам. Первая причина – это текст утверждает, что мы с вами можем не попасть на небо. Здесь написано так. «Ибо я говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не можете войти в Царство Небесное». Или в Царство Божие, в Царство Небесное в данном случае. Ну, конечно, это переживаемо. Вот у меня сейчас, я сегодня взял билет на обратную, следующую субботу, 11 число, и вспомнил о том, что оказывается есть сейчас эта проблема с ковидом, и нужно пройти ПЦР-тест, или не нужно пройти. Вот ты переживаешь, потому что я очень хочу домой, и есть шанс, что я приеду в аэропорт, и что-то будет не так, и меня оставят здесь, в Беларуси. Прекрасная страна, замечательные люди, очень все вкусно, но я переживаю, что я могу не улететь». Друзья, когда нам говорят о том, что вы куда-то можете не попасть, когда нам говорят о том, что вы есть шанс, что вы не пройдете, вас не пустят, переживаем мы или нет? Конечно, переживаем. И здесь написано, если у вас что-то будет не так, вы не войдете в Царство Небесное. Это переживательно. Второе, друзья, почему здесь вызывает это переживание? Потому что в этом тексте написано, что что-то зависит от нас. Вот если ваша праведность не превзойдет. Когда что-то зависит от меня, вот я такой человек, я думаю, что и вы такие же люди, когда что-то зависит от меня, я всегда очень переживаю, потому что я могу что-то испортить. Я долгое время в Краснодарском крае был помощником, ответственным за детскую подростковую работу. Я приезжал в лагеря, проезжал на большие общения подростковые или детские, или молодежные, и никаких проблем не испытывал, никаких переживаний у меня не было. Рядом сидел ответственный, я ему помогал. Но когда меня поставили ответственным за детскую подростковую работу, и вот я приезжаю в лагерь уже как ответственный, или на большие общения подростковые как ответственный, то выполняя ту же самую работу, я очень сильно переживаю. Почему? Потому что мне кажется, что я обязательно что-нибудь испорчу. И если мне скажут, Денис, вот ты можешь кому-то помогать и идти за кем-то, мне легче. А если мне скажут, что от тебя что-то зависит, я сразу думаю, что это очень переживательно. И здесь написано, вот если ваша праведность не превзойдет, то есть как будто бы на меня возлагается обязанность, чтобы моя праведность превзошла, и если я что-то сделаю не так, то я не попаду на небо, и это тоже вызывает у меня переживания. И третья проблема в том, что я не знаю, о чем здесь идет речь. Если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев и книжников, и не будет больше, то вы не попадете на небо. То есть я отдымяю, это очень важно, я должен попасть на небо, я очень хочу на небо, но если моя праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, я туда не попаду, но я не знаю, что такое праведность книжников и фарисеев, я не знаю, как свою праведность исправить, в общем, я ничего не знаю, а от меня все зависит, и я не паду на небо, и это вообще вводит меня в тупик. Это, примерно, то же самое, как написано… Или, не написано, точнее, есть такая пословица или такая поговорка «пойди туда, не знаю куда, принеси то, что не знаешь что». То есть, реально… Вот скажите, пожалуйста, друзья, вы все понимаете, о чем здесь идет речь в этом тексте? Я думаю, что не все. Но, тем не менее, если вы этого не понимаете, и вдруг у вас что-то не так, и ваша праведность не произойдет праведности книжников и фарисеев, вы не поводите на небо. Я думаю, что с этим текстом стоит разобраться, стоит потратить время на то, чтобы понять, о чем же здесь идет речь, что здесь написано. И для того, чтобы нам это понять, давайте мы немножко поговорим о фарисеях. Фарисеи подошли к вопросу своей праведности очень тщательно. Они не просто исполняли все заповеди, 613 заповедей Ветхого Завета, а они расширили границы этих заповедей, чтобы ненароком что-нибудь не нарушить. Вот так появился Талмуд. Давайте представим, нарисуем такую картину. Вот представьте, что есть какой-то обрыв, и этот обрыв очень опасен. Можно упасть и разбиться насмерть. И чтобы не упасть и не разбиться, люди сделали заборчик, чтобы никто не подошел к этому обрыву близко. Вот на каком расстоянии нужно сделать заборчик от обрыва? Ну, метр, например, полтора метра. Фарисеи, они настолько далеко от этого обрывчика отодвинули забор, несколько километров, что не заметили, что они подошли к другому краю обрыва, понимаете? Это примерно то же самое, как у нас в Тольятти. В Тольятти есть много химических заводов. Я раньше жил в Тольятти, много химических заводов. И есть Тольятти Азот, Тольятти, там такое-то, Тольятти, такое-то. Все названия имеют Тольятти, а потом название завода. И есть один завод, называется Куйбышев Фосфор. Куйбышев – это старое название города Самары. Так почему везде тольяттинские заводы, а внутри Тольятти стоит завод, называется Куйбышев Фосфор? Оказывается, когда его строили еще много-много лет назад, был такой закон, что химические заводы нельзя строить ближе, чем 100 километров от города. И поэтому его построили в 100 километрах от Самары. Но то, что он попал в Тольятти, никого не беспокоило, понимаете? Его построили в Тольятти в 100 километрах от Самары. Поэтому Самарский завод Куйбышев Фосфор попал в Тольятти. Вот так и примерно здесь. Фарисеи стали отдаляться от этих, ну, чтобы не нарушить какую-то заповедь, как можно дальше от нее отдаляться, как можно дальше, чтобы не было. И они нарушили другие заповеди по пути. То есть настолько далеко, что не заметили, что нарушили другие заповеди. Ну, вот приведу вам несколько примеров. И там такая картина. Значит, продавщица ругает помощника. Ну, там все по-русски, там очень многие русскоязычные люди, они по-русски разговаривают. И она ругает помощника и говорит, куда ты положил этот пирожок? Ты что, не видишь, что он с мясом? А он говорит, ой, простите, пожалуйста, простите. И кладет его в другой, совершенно в другой, ну, в другой, как бы, там, прилавок. А нам же интересно, мы спрашиваем, а что, в чем проблема? Она смотрит на нас, ну, нельзя сюда пирожок с мясом-то положить. Я говорю, почему? Ну, потому что здесь пирожки с творогом лежат. Ну, объяснение такое себе, знаете. Если ничего не понял. Мы давай спрашивать. Оказывается, у них строгий запрет. Вот на одном прилавке не могут лежать пирожки с мясом, а пирожки с творогом. А почему? Потому что мясо и творог не должны вместе с собой никаким образом рядом находиться. Потому что это молочная продукция, а это продукция мясная. Если вы придете в дом какого-то хорошего, такого богатого еврея, то у него на кухне будет два холодильника, две мойки, два набора ножей, два набора посуды, два набора ложек и всего остального. Почему два набора? Потому что одним набором он мясные продукты использует и холодильник для мясных продуктов. А другой набор, такая, знаете, зеркальная часть кухни, там используется для молочных продуктов. И молоко и мясо не могут пересекаться. Если вы съели, например, молоко, выпили стакан молока, то мясо вы можете поесть только не меньше, чем через три часа. А если вы съели мясо, то вы молоко можете попить тоже не меньше, там через полтора часа молоко. Там или что-то в этом плане. У них очень строгий запрет на то, чтобы молоко и мясо вместе никак не были. Даже в мойке у них разные. Вот здесь моют молочные тарелки после молока, здесь тарелки после мяса. Почему? И вы когда спросите человека, почему? Он скажет, так написано в Библии. Друзья, вы все читаете Библию? Вот где написано в Библии, что так должно быть? В книге Исход, 23 глава, 19 стих. Там написано, не вари козленка в молоке матери его. Ну и какая связь? Друзья, а связи никакой нет. Это в наших головах никакой связи нет. В головах фарисеев, ну это из древности идет еще обычай, у них есть связь. Господь когда сказал, не вари козленка в молоке матери его, но это граница, к которой нельзя переступать. А как близко можно к этой границе подойти? И вот они к этой границе настолько не хотят подходить, настолько далеко от этой границы ушли, что вообще в принципе молоко и мясо никаким образом не должны вместе совмещаться. Как вы думаете, это хороший принцип или не очень хороший принцип? Вот настолько тщательно исполнять закон, что максимально уйти, настолько далеко, что вот даже вот, ну, чтобы вообще ничего не было. Интересно. Я думаю, что мы с вами такую праведность не сможем произойти, да? Вот настолько они праведны, что оно никак не произойти. Или вот, например, я задам вопрос. Давайте об этом немножко просуждаем, чуть-чуть. Как вы думаете, можно ли в субботу мыть руки с мылом? Ну, вот если бы мы с вами были бы традиционные евреи, выросшие, мы сейчас не смеемся над ними ни в коем случае, нет, это просто традиция их. Вот как вы думаете, можно мыть руки с мылом или нельзя? Кто-то говорит, можно, кто-то говорит, нельзя. А ответ неправильный, ни тот, ни другой. Ответ, смотря каким мылом. Почему? Сейчас поясню. Если мыло твердое, ну, брусочек, то когда вы будете мыть руки с мылом, брусочком, то этот брусочек поменяет форму свою, ну, чуть-чуть поменяет, потому что будет смываться мыло, и он чуть-чуть поменяет свою форму. Следовательно, вы создадите новый брусочек, ну, как бы измените форму. А в субботу ничего созидать нельзя. Поэтому мылом с брусочком пользоваться нельзя. А жидким мылом можно, потому что жидкое мыло формы не имеет. И сколько бы вы не взяли жидкого мыла, оно, ну, значит, как бы не меняет форму, поэтому жидким мылом можно. Но если жидкое мыло в диспенсере находится, когда нажимать надо, то тоже нельзя, потому что это работа определенная. А если оно просто в тарелочке налита, то можно. Друзья, это очень серьезное переживание. И мы немножко улыбаемся, и нам смешно. Но на самом деле эти люди, они же не просто так это придумывают на ходу, там, просто чтобы себе жизнь усложнить. На самом деле они очень тщательно переживают о том, чтобы заповедь Божию не нарушить. То есть это не просто выдумка какая-то, не надо над этим смеяться. Это их переживание, чтобы не нарушить волю Божию, чтобы быть максимально праведным в Божьих глазах. Это хорошо или плохо? Ну, хорошо. Я помню, одна сестра наша, верующая в Израиле, рассказывает, иду по улице, и вдруг я встречаю одного еврея, ну, их называют датишные евреи, то есть верующие такие, они в шляпах таких, с пейсами. Вот у них одежда. Причем, знаете, настолько вот интересна одежда, она, ну, вот жара, страшная жара стоит. И одежда черная, и несколько слоев одежды. Ну, жарко им, конечно, но это тоже для того, чтобы не нарушить Божью заповедь, чтобы не было видно голого тела. И вот один из этих вот этих евреев, таких ортодоксальных, подходит к нашей сестре и говорит, вы не могли бы со мной подняться в квартиру, у меня к вам очень большая просьба. Ну, он говорит, хорошо, я поднимусь. Он поднимает в свою квартиру, небольшое помещение, и в этом помещении сидят, ну, наверное, человек 10 таких же вот ортодоксальных евреев, которые очень такие пышут жаром, все вспотевшие, все красные. И он говорит, вы не могли бы нам включить кондиционер, у нас кондиционер выключился, а мы не можем включить, нам пульт надо нажать. Нажать пульт нельзя, потому что это работа, в субботу нельзя ничего подобного делать. И вот, друзья, опять-таки у нас возглавляют улыбки, но я еще расскажу, что это не просто так. Это действительно переживание фарисеев к своей праведности. Они очень хотят, чтобы быть максимально праведными. И тут этих людей ждет разочарование. Оказывается, они недостаточно праведны. Господь говорит, вот если ваша праведность не будет больше праведности книжников-фарисеев, вы в Царство Небесное не войдете. То есть они настолько тщательно исполняют законы, они страдают от этого, они действительно жертвенно очень к этому относятся. Они очень много в своей жизни лишаются ради того, чтобы, ну, как можно дальше отойти от этого обрыва, в исполнении, ну, чтобы заповедь Божию не нарушить. И, тем не менее, этого недостаточно. Ты не сделал достаточно того, чтобы войти в Царство Небесное, и тебе нужна большая праведность. И Христос нам говорит, нам нужна большая праведность. Друзья, и как же нам этого достигнуть? Как же нам это сделать? Вообще совершенно непонятно. Апостол Павел, который сам, в свою очередь, был неумеренным, да, ревнителем отеческих обычаев, как он об этом пишет, то все он это соблюдал, он в этом деле разобрался. Он очень долго в этом разбирался, и он разобрался в этом деле. И он понял, почему титанические усилия фарисеев не привели к должному результату. Он это понял. И в третьем стихе, в Послании к Римлянам, он пишет такие слова, что они, не разумея, 10 глава, 3 стих, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, не покорились праведности Божией. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Они изо всех сил стараются свою праведность утвердить, чтобы она была правильная, чтобы они тщательно исполняли все заповеди Ветхого Завета. А Павел пишет, что они, оказывается, пытались собственную праведность утвердить, не покорившись праведности Божией. Павел разобрался. Но мы с вами, друзья, еще не разобрались. И слова Павла лично для меня не сразу прояснили ситуацию. То есть они, оказывается, двигались не в ту сторону фарисеев. Они не в том направлении прилагали усилия. Например, в Послании к Римлянам, в 10 главе, 2 стихе, апостол Павел про них пишет такие слова. Они имеют ревность по Богу. То есть они имеют ревность по Богу. Они же почему имеют ревность? По Богу, да? Но не по рассуждению. То есть вроде и по Богу имеют ревность, и стараются, и жертвенные, и силы тратят, и их предметом рассуждений Бог является, а не идолы, например, или не собственное богатство, а действительно Бог, и они и жертвенные, и все. Но их праведности недостаточно, чтобы на небо войти. Не в ту сторону двигаются. Что же не поняли фарисеи? В чем же они не разобрались? Вот чтобы нам понять, что не поняли фарисеи, в чем они не разобрались, нам нужно с вами немножко вернуться на несколько, ну даже тысячелетий назад, в дни Ездры. Был такой священник Ездра, книжник, и этот человек, он большую роль сыграл в истории Израиля, тем, что когда вавилонский плен был, и когда Израиль находился в вавилонском плене, а в Иерусалиме храм был разрушен, и евреи не имели возможности приносить жертвы в храме, и таким образом они не имели возможности иметь общение с Богом, то Ездра понял, что для того, чтобы еврейский народ не потерял общение с Богом окончательно, и не потерял Бога в ведении окончательно, ему нужно изучать Тару, ну вот Ветхий Завет. И Ездра, как мы знаем, расположил свое сердце к тому, чтобы изучать Ветхий Завет, Писание, исполнять, помните, да, и учить народ. И Ездра создает синагоги по всему народу, по всему, где жили евреи, по всей диаспоре, где жили диаспоры евреев, он создает синагоги, и там учат Писание. Это очень хорошо. И появились люди, которые активно изучали Священное Писание, они очень много тратили на это время. И вот давайте посмотрим на этих людей. Вот представим эту картину, вот мы представим себе, что мы живем во время Ездра, до Иисуса Христа еще много-много лет, много столетий даже, и вот мы с вами живем, и вот мы ходим в синагоги, и мы читаем Священное Писание, мы слушаем Священное Писание, мы изучаем его, мы тратим свое время на то, чтобы нам понимать волю Божию. Это очень хорошо. И вот давайте представим себе, что нам на изучение достался 14-й Псалом. Есть у кого есть Священное Писание? Откройте, пожалуйста, это Священное Писание, 14-й Псалом. Давайте мы вместе с вами прочитаем. Этот Псалом, он очень похож на то, что сказал Иисус Христос, и мы это сейчас увидим. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, тот, кто не клевещет своим языком, не делает искреннему своему зла, не принимает поношение на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Вот мы с вами в синагоге во время Ездры и слушаем этот Псалом. И у нас, мы понимаем, что этот Псалом очень-очень важен. Почему? Потому что этот Псалом открывает, дает ответ на вопрос, кто может быть с Богом? Смотрите вначале. Кто может пребывать в жилище Божьем? Кто может обитать на святой горе Божьей? Кто будет с Богом? Евреи же, они же ожидали возвращения в Иерусалим, возвращения на святую гору. Они понимали, что когда-то это будет. И они еще понимали, что кроме этого будет еще и вечное обиталище с Богом. Вот кто там достоин, кто туда дойдет, кто будет с Богом? И в этом Псаломе есть ответ на этот вопрос. Давайте прочитаем этот ответ на этот вопрос. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, кто говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим и так далее. И кто же это? И вот представьте, вот эти евреи, мужчины, которые изучают Тару, они думают, кто же это, про кого идет речь? И все они приходят к мнению, что это не они. Друзья, вот давайте посмотрим еще. Вот кто ходит непорочно? Друзья, кто из нас ходит непорочно? Обратите внимание, что здесь такие слова употребляются, которые, ну как бы, абсолютизированные, то есть непорочно. Не кто ходит хорошо, или кто стремится ходить непорочно, а кто ходит непорочно. Вот у меня вопрос. Кто из нас ходит непорочно? Есть такие, друзья, среди нас? Нет. Кто не клевещет языком своим? Нет. И кто делает правду? Причем делает правду всегда. Здесь это слово употребляется не просто я делаю правду иногда, я в том году сделал правду, и я еще пять лет назад сделал правду. Нет. Я всегда делаю правду. Друзья, есть такие среди нашего собрания, кто всегда делает правду? Без исключения. И вот эти евреи, слушающие 14-й Псалом во время Ездры, они задают вопрос, подожди, а кому вообще тогда идет речь? О ком идет речь? Кто говорит истину в сердце своем? Ладно, я стараюсь устами своими говорить истину, но в сердце своем всегда я говорю истину. И опять я не подхожу. Кто не клевещет языком своим? Друзья, я стараюсь не клеветать языком своим, я пытаюсь это делать, но у меня много раз было, когда я говорил неправдивую информацию про ближнего своего, ну, намеренно или не намеренно, оно по-разному бывает, но так бывает, значит, я уже не подхожу. И оказалось, что из этого огромного собрания благочестивых мужей, пришедших в синагогу изучать Тару, читающий 14-й Псалом, они все поняли, что никто из них не подходит, никто не может пребывать с Богом, никто не может пребывать на Святой Горе. Друзья, вы это понимаете, да? Почему они не могут? И тогда вот это общество, слушающих 14-й Псалом евреев, оно разделилось на две части, на большую часть и на меньшую часть. Большая часть сказали так, действительно, мы никак не можем, мы не соответствуем этим требованиям, мы не можем пребывать на Святой Горе, мы не можем быть с Богом, и поэтому, внимание, мы будем изо всех сил стараться, и мы будем исправляться, и мы будем прилагать максимальное количество усилий, для того, чтобы нам соответствовать этим требованиям. Мы будем все делать, даже лишнего будем делать, даже будем делать большее, для того, чтобы нам соответствовать этим усилиям, требованиям, которые здесь есть. Тут написано, кто ходит непорочно, мы будем ходить непорочно, в 10-кратном размере. Написано, что надо 10-ти отдавать, мы будем отдавать 10-ти смятые руты, мы будем каждую мелочь отсчитывать. Написано, надо поститься, мы будем два раза в неделю поститься. Написано, что нельзя сообщаться с грешниками, мы с язычниками вообще разговаривать не будем. То есть, если Господь хочет, чтобы мы были святые, а мы, оказывается, не святые, и поэтому нас постигло это бедствие, вавилонский плен, они находятся в вавилонском плену, напомню, значит, чтобы нам выйти из этого вавилонского плена, чтобы нам быть с Богом, нам нужно изо всех сил стараться. Друзья, вот эта большая часть евреев, о которых мы сейчас говорим, они приложили максимальное усилие к тому, чтобы максимально быть праведными людьми. И это привело к тому, что появились фарисеи, или, точнее, фарисеи стали таковыми, каковыми они стали, когда пришел Христос. Они все делают очень тщательно, они по много раз молятся, они очень аскетичный образ жизни ведут, они десятину выплачивают, они все делают, но при этом они не достигли все равно этой святости. Кстати, именно по этой причине, для кого-то, может быть, это будет уникальным известием, вы, может быть, этого не знали, по этой причине у евреев уже после первого века, после Христа, родилась такая мысль, что одной жизни не хватит, чтобы стать настолько святым. Поэтому у них есть вера в реерканацию, когда человек умирает, он потом переселяется в другого человека, ну, в смысле, перерождается, и вот он достигает совершенства, вот праведности, вот именно этого псалма при помощи нескольких жизней. Но от отвлекаемся. Итак, первая часть, большая часть людей, понявших, что это не они, они сделали вывод, надо изо всех сил стараться, чтобы стать таковыми людьми. Вторая часть, меньшая часть евреев, которые тоже поняли, что это не они, и что они не могут находиться с Богом, потому что они не соответствуют этим требованиям, они сделали другой вывод. Как вы думаете, какой вывод они сделали? Они поняли, что вот это состояние никогда ими достигнуто быть не будет в принципе, как бы они ни старались. Следовательно, этот текст говорит о ком-то, кто еще не пришел, но придет, который и исполнит вот это повеление, и он будет с Богом, он будет пребывать на Святой Горе. Таким образом, появляется мессианское движение или мессианское ожидание. Ожидают, они, ну конечно, и раньше было мессианское ожидание, там еще из древности оно было, но здесь оно становится более сильным. То есть, евреи начинают понимать, что должен прийти мессия, должен прийти тот, который исполнит этот закон, который выполнит эти повеления, который станет вот этим идеальным человеком, который будет с Богом. Друзья, эти люди, они стали ждать Христа, они стали ждать того, про кого здесь написано, потому что это написано не про них. Друзья, кроме 14 псалома, таких псалмов очень много. Первый псалом, допустим, написано, что блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. О ком это речь? Конечно, мы все должны стараться быть такими, но в абсолютном значении, в полноте это говорится об Иисусе Христе, о мессии. Вот это блаженный муж, вот это он. Друзья, это очень интересная мысль. И давайте я сейчас скажу вам еще одну интересную мысль, на которую тоже часто христиане не обращают внимания. И если у вас есть священное писание, пожалуйста, откройте. Послание Галатам, 3 глава, 14 стих и 15-16. Послание Галатам, 3 стиха, с 14 по 16 стихи. Давайте вместе прочитаем. Итак, Послание Галатам, 3 глава, с 14 по 16 стихи. Дабы благословение Авраама через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Братья и сестры, я очень прошу прощения, что я акцентирую внимание, но я попрошу вас максимально внимательно сейчас либо слушать меня, либо читать священное писание, потому что это то, что мы сейчас будем говорить, это настолько необычная мысль, которая для меня была целая откровение, когда я изучал послание Галатам. Что я думаю, что для многих это будет действительно очень важная мысль. Итак, 14 стих. Дабы благословения Авраама, то есть вот Бог обещает благословение Аврааму, оно распространяется на язычников через Иисуса Христа. 15 стих. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму, 16 стих и ключевой стих, самый важный стих, но Аврааму даны были обетования и семени его. Вопрос, кому даны были обетования? Аврааму и кому? И семени. То есть кому? И дальше он пишет. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Друзья, вопрос. Кому даны обетования Авраама? Кто наследник обетований Авраама? Не христиане, Христос. Только Христос. Именно он является наследником обетований. Все, что принадлежит, все, что благословение, которое Бог обещал Аврааму, это все принадлежит Аврааму и его семени. А под семени, апостол Павел пишет, подразумевается только Христос. Вот эта личность, которая прослеживается и в 14-м псалме, и в 1-м псалме, и во всех остальных псалмах, и в ветхозаветных обетованиях, и в том числе, когда и речь идет о благословениях Ветхого Завета, здесь говорится о том, что это принадлежит Иисусу Христу. Вот это поняли те самые небольшая группа иудеев, которые, когда слышали 14-м псалмом во время Ездоры, они поняли, что речь не о них, так о ком же? О Христе. Вот, оказывается, о ком идет речь. И апостол Павел пишет, что вот это благословение, которое Бог изливает на Христа, вот теперь оно доступно и нам с вами. Но оно доступно нам с вами только через Христа. Поэтому, кто сказал слово христиане, прав. Мы, наследники обетования Авраама, но не напрямую, а через Иисуса Христа. И это очень важная мысль, друзья. Потому что фарисеи этого не поняли. Они подумали, что для того, чтобы быть с Богом, надо усовершенствоваться. А малая часть, она в Ветхом Завете называется «малый остаток», в книге Пророка Исаина так называется, например, «малый остаток» в Малахе так называются, эти люди «малый остаток», они ждали Христа, и когда они его дождались, они поняли, что теперь они могут быть благословены. Через Христа, когда Симеон, кстати, мы думаем, что он старец был, но в Библии не написано, что он был старец, когда он увидел Христа, он взял его на руки, и что он говорит, какие слова? «Видели, отче мои, спасение твое, славу народа твоего Израиля». Так же, да? Вот слава народа Израиля, вот слава действительно еврейского народа. Это Христос, он ждал Христа, Симеон, Анна Пророчества ждала Христа. Они все жаждали, когда один из апостолов будущих прибегает к другому и говорит, «мы нашли того, о ком говорили пророки». Они ждали Христа. Почему они ждали? Потому что он был их спасением. Это наследник благословений, которые наследуют благословение Божие, а потом распространяют на окружающих. Если мы хотим быть наследниками Божьих благословений, нам нужен Христос. Без Христа нет благословений Божьих. Друзья, 34 стихнике «Деяния апостолов», 8 глава. «Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком говорит это?» Помните, Филипп ехал и читал, прошу прощения, Евнух ехал и читал книгу про Куисайя. И тогда Филипп ему объясняет, а Евнух говорит, о ком это написано? И Филипп отверз уста свои и, начав от этого писания, благовествовал ему об Иисусе Христе. Друзья, Филипп, читая пророка Исаии, благовествует о Христе. Весь Ветхий Завет указывал на Христа, а фарисеи думали, что он указывает на них. Им надо только немножко постараться и достигнуть должного уровня. Друзья, вот давайте посмотрим еще некоторые тексты. «Деяния апостолов», 10 глава, 43 стих. «О нем все пророки свидетельствуют». О ком все пророки свидетельствуют? О Христе. «Что всякие, верующие в Него, получат прощение грехов, именем Его». То есть, когда мы с вами читаем Ветхий Завет, Сафонию, Малахию, когда мы читаем Осию, когда мы читаем всех остальных пророков, мы должны понимать, что все пророки говорят о Христе. И не просто о Христе. Написано, о нем все пророки свидетельствуют, что всякие, верующие в Него, получат прощение грехов, именем Его. Вот это весь пророков. Да, мы, читая пророков, этого не видим. Но это не потому, что этой веси там нет, а потому, что мы неправильно понимаем пророков. 24 стих 3 главы Деяния апостолов. «Все пророки от Самуила и после него, сколько бы их ни говорили, так же предвозвестили дни сии». Все пророки, абсолютно все об этом говорили. И поэтому вот Симеон, Анна, они дождались Христа. Почему? Потому что Христос – это тот, который должен принести благословение. Еще маленький, друзья, пример. Вернее, точнее, еще мысль, да, заканчивающая вот эту часть. Итак, мы с вами не можем войти в Царство Небесное, если наша праведность не произойдет праведности фарисеев и книжников. Но наша праведность не может произойти праведность фарисеев и книжников, потому что фарисеи и книжники максимально праведны. Они абсолютно праведны, но даже их праведность недостаточно, чтобы войти на небо. Следовательно, не надо идти по этому пути. Это путь тупиковый. Мы не сможем быть еще более праведны, чем праведны фарисеи и книжники. Как бы мы ни старались, у нас не получится. Следовательно, они не в ту сторону двигались. Наша праведность может превзойти праведность книжников и фарисеев только в том случае, если наша праведность будет на порядок выше праведности фарисеев и книжников, это праведность самого Бога, которая доступна нам через Иисуса Христа. Поэтому, друзья, когда мы общаемся с какими-то людьми, даже очень хорошими, они не могут иметь спасения. Иногда говорят, ну вот я встречал человека, он такой хороший, он такой замечательный, он такой прекрасный, а я встречал верующего человека, он хуже, чем тот, который на улице, мой сосед, он вообще замечательный, у меня свидетель Львова из друг, он вот такой человек, он лучше всех, вместе взятых в нашей церкви, друзья, но каким бы он хорошим не был, его праведность вне Христа меньше, чем праведность даже плохого христианина во Христе. Потому что праведность Христова, это покрывает выше, но это праведность Христова, благословение Божие только через Христа на нас изливаются. Если человек вне Христа, если он не верит в Христа, как в Бога, если он отрегает Христа, он в принципе не может быть праведным, как бы он ни старался. Мы это увидели только что. И вот здесь стоит поговорить еще о двух вопросах. Надеюсь, вы не устали. Друзья, сложная догматическая лекция, не устали выслушать? Еще два вопроса, которые я хотел сказать. И первый вопрос, это Боговоплощение. Вот почему так важно верить именно во Христа Бога? Как только создалось христианство, возникло христианство, с самого первого дня христианства христианство атаковали разные враги. С вне были гонения, а снутри были ереси. И одна из первых ересей, ну, одна из первых ересей, которая возникла, ну, не первая, конечно, но одна из первых ересей, которая возникла в истории церкви, это арианская ересь. Это ересь, которая отвергает Иисуса Христа как Бога. То есть Бог для них, это не Христос, это не Бог, это сверхчеловек, это суперангел, но ни в коем случае не единосущный отцу сын. Ни в коем случае. Ну, мы сейчас отголоски это видим у свидетелей Говы. И вопрос, почему так важно верить, что Христос стал человеком, что он родился, как маленький младенец, что он вырос, почему в это важно верить? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я приведу пример из Ветхого Завета. В книге Иова был такой случай, к сожалению, нет времени читать подробно, но в 9 главе там один из друзей Иова предлагает Иову оправдаться перед Богом. Он говорит, оправдайся перед Богом, если ты прав. И Иов говорит, ну я своими словами, действительно перед Богом надо оправдаться. Ну как я оправдаюсь перед Богом? Что я могу сделать для этого? Если я буду судиться с Богом, то я не устаю на суде. Если я ему деньги предложу, ну там буду откупаться от Бога, то что я ему могу дать? Если я своими словами буду Богу обвинять, то Бог меня поразит. И он предлагает там разные способы, как можно человеку оправдаться, и все способы отвергает, потому что ни один из этих способов не подходит. И в конечном итоге Иов говорит такие слова пессимизма, что невозможно человеку оправдаться перед Богом. И 9 глава 33 стих книги Иова говорит слова, очень важные для всего, как бы сказать, человечество, важные для нашей проповеди. Он говорит такие слова, нет между нами посредника, который положил бы руку свою на нас обоих. Друзья, в древности был такой обычай, когда два человека поссорились, а я, например, допустим, поссорился там, один человек, и второй человек поссорился, а я знаю их обоих, этих людей. И я дружу с этим, и дружу с этим человеком. И мне надо их примирить. Ну сейчас, знаете, как делаю? Сейчас руки жмут, когда я был маленький, мы детьми мизинчики так делали, вот так вот, мирились. А вот в древности был такой обычай, вот этот вот примиритель, он должен был положить руки на этих людей, на одного и на второго. И вот он положил руки, и вот через него мир распространялся вот на этих людей. И вот Иов говорит, вот есть Бог, и есть я, и нет посредника, никто не может положить руки на нас обоих. То есть, одна рука должна лечь на Бога, на Отца, а вторая рука должна на меня лечь и примирить нас таким образом. Но такого последника не существует. Почему? Если бы такой последник существовал, вот как Иов думает, то он, с одной стороны, должен быть настолько велик, как Бог, чтобы на Бога руку положить, а с другой стороны, настолько немощен, как человек, чтобы на человека руку положить. А кто это? Если это человек, то он не достанет до Бога, да? Если это Бог, он не сойдет к человеку. Если это ангел, то он вообще не то ничего, понимаете? И Иов говорит, нет такого посредника. И он к тому моменту еще не знал о том, что такой посредник есть. Христос – это Бог, стопроцентный Бог, и Христос – это человек. И поэтому он может положить руку на нас обоих, и на Бога, и на человека, и поэтому он может примирить нас. И поэтому тайна Бога воплощения, истина Бога воплощения, она очень важна. Почему, друзья, для нас очень важен праздник Рождества? Почему для нас очень важна вот эта мысль? Я ехал как-то в машине, и рядом ехал брат, вот за рулем, пресвитер церкви, я с этой стороны ехал, а сзади ехали два брата, ну, как бы так сказать, недавно обращенных, недавно покрестившись, ну, может быть, два-три года прошло. И вот они между собой спорили, один говорит, ты знаешь, я думаю, что Христос, а у них был вопрос, когда Христос стал Богом? И один говорит, я думаю, что Христос стал Богом во время крещения. Второй говорит, а я думаю, что Он стал Богом после воскресения. После воскресения. Ну, вот они спорят между собой, когда Он стал Богом. И потом они спрашивают, Денис, а как ты думаешь? Я поворачиваю, я говорю, ну, вы знаете, и то, и другое мнение, ересь достойна отлучения в церкви. И вас, и тебя надо отлучить от церкви за ересь, и тебя отлучить от церкви за ересь. А они так смотрят на меня, опешили. И потом останавливаемся, этот, за рулем, который брат был, говорит, слушай, ну, отвел меня в сторону. Говорит, Денис, меня ужас взял. Нам важно знать, что Христос – это Бог. Нам важно знать, что Христос – Бог, сошедший, став человеком, потому что без этой веры у нас нет посредника. Мы не сможем благословение Авраама взять на себя, потому что они только через Христа, который соединяет Бога и человека. Другого варианта просто нет. Он соединивший в себе оба, обоих, так написано в послании, Колоссянам и Хвесянам. Вот еще один текст, давайте прочитаем, друзья, очень важный. Написано, это послание к евреям, 2 глава, 14-17 стихи, «А как дети причастны плоти крови», то есть мы с вами причастны плоти крови, мы обладаем плоти крови, евреям 2 глава, 14-17 стихи, «то и он воспринял онные», то есть воспринял плоти кровь, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь подвержены рабству». Из 17 стихи, «Поэтому он должен был во всем уподобиться братьям», то есть нам с вами, «чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа». То есть тайна боговоплощения это очень важная тайна, это очень важная истина. Мы должны твердо ее отстаивать, мы должны быть уверены в этом. Пришел тот, который, став человеком, соединяет нас с Богом и через которого благословения обеченные Аврааму изливаются на нас с вами. Вот она праведность, которая обретается, по-другому никак. И последняя мысль, друзья, она последняя, но она займет какое-то время. Это будет последняя часть пазла, и потом мы соединим это в одну целую, в одну целую, помолимся с вами. Для того, чтобы эту мысль изъяснить, я хотел бы вернуться к такой истории Евангелия от Марка. Вот этот стих, который я сейчас с вами вам прочитаю, этот стих меня всегда возмущал. Ну, я прошу прощения, что я так вот дерзновенно говорю, что в Библии что-то меня возмущало, но действительно меня возмущало. И, кстати, я вам скажу, что это такой маленький секрет, вот для проповедника могу подсказку сделать. Всегда держите в руках карандаш, и когда вы видите в Библии текст, который вам не нравится, или который вас смущает, или вызывает вопросы, не стесняйтесь ставить вопросы. У меня при первых чтениях Библии было вопросов очень много на полях, очень много вопросов было поставлено. И это нормально, потому что проходит время, Бог отвечает на эти вопросы, и ты стираешь эти карандашики, вопросики, но зато ты отвечаешь и получаешь очень важные ответы. И вот один из таких вопросов у меня был вот какой. В книге Евангелия от Марка в четвертой главе описано, что Христос учил притчами много людей. И вот когда он учил их притчами, то закончил учить притчами, и вот эта вся масса людей ушла домой, а Христос остался с учениками своими. И вот написано 10 стих, четвертой главы Евангелия от Марка, «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче, и он сказал им, 11 стих, «Вам дано знать тайны Царства Божьего, а тем внешним все бывает в притчах». И что меня возмущало? Меня возмущало то, что одним людям дано знать тайны Царства Божьего, а другим не дано. И я думаю, а вот к какой категории я отношусь? А может быть мне не дано? Может быть я буду слушать, слушать, и ничего не пойму никогда? И второе, что меня возмущало, если мне не дано, то почему с меня спрос? Ну, вам дано, а тем не дано. Ну, и те пошли домой, а вы узнаете все, ну, как бы молодцы, Бог вас избрал к этому, и поэтому вы будете спасенные, а те не спасенные, ну, в общем, им не дано, вам дано. Друзья, когда вот, например, человеку что-то не дано, вот мне, например, не дано рисовать, вот когда я рисую, я всегда подписываю, что я рисую, иначе ничего не поймет никто. И это не дано, и что ты не сделаешь с этим вопросом? А кому-то дано, он с детства рисует хорошо, и у него получается. Но это не так важно, я всю жизнь прожил 44 года без рисования, и проживу еще сколько-то времени без рисования, и думаю, что не страшно. Но вот если мне не дано знать тайны Царствия Божия, это же страшно, я же в церкви, в небо не попаду. А кому-то дано. И я вот прям реально возмущался, вот когда читал этот текст, я всегда возмущался. Какая несправедливость Божия. А потом в один момент времени у меня прошло откровение. Ну, я то ли слушал проповедь чьего-то, то ли где-то сам читал, не помню. Давайте посмотрим на этот текст еще раз. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили. Друзья, кто там был? Вот кто Христа спросил? Двенадцать апостолов, да, будущих. И еще кто? И окружающие. Написано, окружающие вместе с двенадцатью спросили. Окружающие его вместе с двенадцатью спросили. А кто это окружающие? Кто это такие? Это те люди, которые остались. Правильно, да? Так получается, кому дано? Тому, кто остался. А кто не остался? Тому не дано. И у меня стало проясняться. Оказывается, под словом дано, здесь не имеется в виду моя внутренняя склонность или моя внутренняя способность. А Христос имеет в виду самого себя. Он говорит, я вам дан. Кто остался вокруг меня, тот будет знать тайны Царства Небесного. Я все объясню. Кто ушел, внешним в притчах. Если ты внешний ушел, тебе не дано, потому что ушел. Если ты остался, то вот он я. И дальше в этой главе, в Евангелии от Марка, в четвертой главе, он подробно говорит о свече. Двадцать первый стих, он говорит, не для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд. Нет, прошу прощения. Не для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд. Или под кровать. Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники. Он имеет в виду себя. Он имеет в виду себя. Я та свеча, которая освещает все глубины, все тайны, все темные стороны. Дальше он говорит, ничего тайного нет, что не сделалось бы явным. В других текстах это относится к другим мыслям, но в данном тексте это относится к тому, что все тайное, что есть в этом мире, все тайны Царства Небесного, все то, что было никогда непонятно, все, что было неясно, оно станет ясно, если мы будем со Христом, если мы будем в свете свечи. Тогда нам все будет понятно. Друзья, а чтобы быть со Христом, что нужно сделать? Просто быть с Ним, и все. Надо быть рядом с Ним. И сказал он дальше, замечаете, что слышите. Какую меру мерите, такой будет отмерено и вам, слушающим, и прибавлено. Вы помните, в Ветхом Завете был такой случай, когда у одной женщины не было денег, а взаимодавец пришел, чтобы забрать детей. И тогда пророк говорит, что у тебя в доме есть? Он говорит, немножко масла. И он говорит, возьмите, пожалуйста, возьми, пожалуйста, сосудов. И когда сосуды будут у тебя, масло будет наливаться в сосуды. И пока сосуды будут, масло не кончится. Помните, да? И эта женщина притащила кучу сосудов. И вот она наливает масло, наливает масло. И она видит, что масло не кончается. И потом она говорит такие слова, дай еще сосудов. А ей говорит, нет сосудов больше. И масло иссякло. И там был наполнен дом, наполнен сосудами с маслом. Я бы подумал, если бы эта женщина до конца верила в то, что масло никогда не закончится, я думаю, что она бы не успокоилась вот на этих сосудах, она наверняка бы еще цистерны привезла железнодорожные, понимаете? Она бы еще всех соседей обошла, потому что масло никогда не закончится. И вот Христос говорит, какую меру вы мерите, такой будет отмерено. Друзья, вот вы пришли на собрание, вы пришли к сообщению, ну вы пришли не меня послушать, или брат Александра, вы пришли послушать Христа. И он говорит, наблюдайте, как вы слушаете. С какую меру вы подошли, столько вам будет отмерено. Кто был очень внимателен, тому будет больше сказано. Кто был искренен, тот больше поймет. Кто хочет исполнять Слово Божие, тому откроется еще больше. Друзья, кто-то уйдет не наполненный, кто-то уйдет, скажет, ну что-то было, ничего-то непонятно, а кто-то уйдет наполненный, друзья, это зависит от того, с какой меры вы подходите к Богу. Не только во время собрания, но и во время чтения Библии, во время нашей жизни со Христом. Друзья, главное быть со Христом, главное быть с Ним. Причем быть с огромной пустотой внутри, с огромной пустой мерою. И чем больше наша жажда в нем, тем ближе мы к нему подходим, тем больше эта жажда наполняется. Блаженны нищие духом. Почему нищие блаженны? Потому что есть куда наполнять. Друзья, чем больше мы во Христе не нуждаемся, в этой же главе, с которой мы начали, 5 глава Матфея, там написаны такие слова «блаженны алчущие и жаждущие». Почему они блаженны? Потому что они насытятся. Друзья, вот когда ты хочешь пить, вот я хочу пить, вот мне этот мальчик принес. Почему я, когда хочу пить, я блажен? Почему я счастлив, когда хочу пить? Потому что первый же глоток наполняет меня чувством удовлетворения. Согласны, да, друзья? Вот когда человек приходит с мира в церковь, первый раз к Христу, первый раз он пришел к Христу, и вот у него так, знаете, на сердце неспокойно, совесть мучает, в жизни проблемы, и вот он делает глоток этого свежего воздуха Евангелия, и его жизнь преображается. Но потом, к сожалению, многие христиане успокаиваются. Они перестают жаждать и алкать. Они перестают тосковать по Христу. У них жизнь более-менее успокаивается. Они приходят на собрание, все более-менее средненько, все более-менее нормально. У них нет жажды. А раз нет жажды, то нет и напоения, и нет чувства счастья, нет чувства восторга. Друзья, маленькая мера наполнилась и все. Но Христос говорит, если вы пришли с большой мерой, эта мера наполнится. Друзья, и теперь все это соединяем вместе. Заканчиваем все это вместе. Итак, Христос говорит, вы не можете войти в Царство Небесное, если ваша праведность не произойдет праведности книжников и фарисеев. И мы можем пойти по пути фарисеев и изо всех старых сил стараться быть еще лучше. Но мы поняли, что это тупик, как знак такой, знаете, тупик. Туда ехать бесполезно, не проедешь. Следовательно, надо идти в другую сторону. А в какую сторону надо идти? Если мы не можем пойти в эту сторону, то мы должны пойти в другую сторону. В какую сторону? В сторону ко Христу. Пребывать с Ним с полным сознанием своей ничтожности. С полным сознанием своей нужды. С полным сознанием того, что именно через Него Божья благодать изливается, потому что Он вочеловечился, Он тот посредник. Мы можем идти к тому, который даст нам. К тому православному священнику пришла женщина для исповедания. И он ее спрашивает, скажите, пожалуйста, вы читаете Евангелие? А она говорит, нет, не читаю. И он говорит, я не буду вас исповедовать, до свидания. Она говорит, почему? Потому что у нас с вами разные интересы, разные цели. Вам не нужны Евангелия. Если вам не нужны Евангелия, зачем вам исповедоваться? Она говорит, ну я хочу стать лучше. Друзья, а по какому пути эта женщина идет? По первому пути фарисейскому или по пути Евангелия? По первому. Ей не нужны Евангелия, ей надо стать лучше. Некоторым из нас мешают какие-то проблемы своего характера, и мы хотим от них избавиться. И сейчас очень много литературы по поводу того, как нам совершенствоваться, и мы становимся лучше, друзья. Но на самом деле это все очень незначительное помогает. Нам нужен Христос, нам нужно Евангелие, нам нужно Слово Божие, нам нужно погружаться в Него, и тогда через Него благословения в нашей жизни будут преображать нас. Мы будем наполняться Его силой, которая будет нас делать способными побеждать грех, изменять свой характер, менять отношения в семье, в церкви, быть благословенными людьми, друзья. Мы не своими силами, это никогда не сможем сделать. Нам для этого нужен только Христос. Мы сегодня молимся о том, чтобы церковь была готова ко встрече со Христом. А что для этого нужно сделать? Нужно быть со Христом. И все. Нужно прилагать максимальные усилия быть с Ним. Вот те люди, которые слышали эти притчи, друзья, я на этом заканчиваю, вот они слушали эту притчу Христа, притчи Христа слушали, и потом они слушали очень долго и ничего не поняли. И один говорит, слушай, а может пойдем домой? У меня там корова, надо ее кормить и доить. Другой говорит, да что-то я тоже устал. Третий говорит, я вообще есть хочу. Четвертый говорит, да я пять часов слушал, вообще ничего не понял, пойду домой. И они ушли. А кто-то, у которого и корова, и голод, и тоже ничего не понял, он говорит, нет, 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 нет. Я что-то ничего не понял. Я пойду ко Христу, спрошу его. Как Евнуха, о котором мы сегодня говорили Он читает книгу про Исаия Он с Иерусалима едет в Эфиопию Друзья, это много тысяч Не помню сколько, но больше тысяч километров И вот он едет из Иерусалима в Эфиопию И он читает книгу, которую он не понимает Друзья, вот Сколько из нас людей способны читать книги, которые мы не понимаем? Он читает книгу Исаии К нему подходит Филипп и говорит Ты понимаешь? Как я могу понять? Я не понимаю Но он читает Ему нужен Христос Ему нужна благодать Божия Он не понимает, но он идет к нему Друзья, в нашей жизни Мы должны прилагать огромнейшие усилия Чтобы нам быть в Царстве Небесном Но не усилия фарисейские К тому, чтобы себя совершенствовать А усилия к тому, чтобы быть рядом со Христом В Его слове В Его заповедях В Его церкви В Его служении Вот с Ним И Он тогда будет нас производить свою работу Которая будет нас изменять Наполнять своей благодатью Потому что Он для этого стал человеком Потому что Он для этого стал тем посредником Без Него Ничего невозможно Без Него Никогда наша праведность Не станет достаточной Чтобы войти в небо Давайте мы об этом помолимся сейчас Чтобы нам действительно быть готовыми К встрече с Господом Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Аминь. 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 Господь, сердечно благодарим Тебя за то, что по великой любви к нам Ты сошел на эту землю. Став человеком, Господи, примирил нас с Отцом и в себе самом создав нового человека, Ты, Господи, сотворил этот мир. Благодарим за то, что, Господи, благословение, которым наследником являешься только Ты, Ты готов распространять и на верующих в Тебя. И благослови, чтобы действительно мы могли быть нуждающимися в Тебе, нуждающимися постоянно, чтобы никогда мы не вставали на рельсы самоправедности, рельсы, когда мы довольны собой, Господи. Но мы понимали, что, Господи, только в Тебе наша сила, в Тебе наша святость, праведность, чтобы к Тебе мы стремились. Именно Ты наша свеча и Ты наш свет, Господи, освящающий все тайны. Благослови нас в этом. В воскресенье будет вечер, Господне. И мы хотим, чтобы мы подошли к этой заповеди с пониманием того, что именно через Твои страдания мы имеем все. Благослови нас в этом. Слава Тебе за все. Аминь. Аминь. Номер 271. «Я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель, и желаю всегда быть с Тобой». Номер 271. «Я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель, и желаю всегда быть с Тобой». «Я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель, и желаю всегда быть с Тобой». «Я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель, и желаю всегда быть с Тобой». «Я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель, и желаю всегда быть с Тобой». «Я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель, и желаю всегда быть с Тобой». «Я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель, и желаю всегда быть с Тебе, мой Спаситель, и желаю всегда быть с Тобой».